Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга, то есть предпоследних дней этой недели, но не значит то, что мы с вами все самое интересное на финансовых рынках отработали. Да, протоколы, конечно же, уже позади, но впереди еще несколько важных отчетов, особенно меня поймут те, кто спекулирует канадцам, потому что завтра сразу же данные по инфляции, которые с роничными продажами, это та статистика, способная реально пролить свет на планы канадского регулятора касательно роста процентных ставок. Прошу прощения, ранее я ошибся с датой, конечно же, обычно заседание Банка Канады и, соответственно, пересмотр процентных ставок приходится не на пятницу, а на среду, поэтому мы с вами еще ближе к этому важному событию, то есть заседание канадского регулятора пройдет 24 октября, не в пятницу, а в среду. В пятницу там будет другая уже статистика, но она меньше сейчас нас интересует уже, потому что сейчас лучше сфокусироваться именно на перспективах повышения ставки. По данным рейтерс ставку поднимут на 25-20 пунктов с текущего показателя 1,5% до 1,75. Вспоминая реакцию канадца на прошлые аналогичные решения, друзья, кто-то из вас, может быть, знает, кто-то отслеживает такие важные события, кто-то, может быть, не знает, но ничего страшного. Реакция, как правило, предполагает укрепление канадского доллара уж точно больше, чем на 100 пунктов. Были отдельные прецеденты, когда диапазон хода в рамках одной торговой сессии после принятого решения достигал 200 пунктов. Не знаю, как в этот раз отреагирует канадец, думаю, что как минимум рост мы получим, но, конечно же, необходимо, чтобы все-таки Банк Канады нашел основания для ужесточения монетарной политики. К повестке сегодняшнего экономического календаря отчетов будет не так уж и много. Будем следить за снова статистикой из Англии. Роничные продажи, которые выйдут в 11.30 по московскому времени. Сегодня второй день саммита, который посвящен Брекзиту. Снова вот эта тема в таком подвешенном состоянии. Я не знаю, будет ли конкретика или нет. Не знаю, удастся ли достигнуть какого-то прогресса в переговорах. Пока все указывает на то, что все те спорные моменты, которые были ранее, они таковыми остаются. Прогресса нет, компромисса нет, физическая граница. Республики Ирландии и Северной Ирландии до сих пор неясно, как пройдет. И удастся ли договориться, устроит ли, собственно, это всех, и Европейский Союз, и Англию. И до сих пор неясно, друзья, сможет ли Англия сохранить доступ к единому европейскому рынку. Поскольку мы все-таки говорим о таком тотальном политическом негативе, я надеюсь, ну, вы понимаете то, что я не придумываю это, собственно, это очевидное заявление. Если мы сейчас будем отдельно копать через комментарии представителей Европейского Союза, представителей Еврокомиссии, будем говорить о комментариях властей, собственно, Англии, то поймем, что сценарий жесткого Брэкзита, он допускается сейчас как тот сценарий, который фактически не удастся миновать. И если уж, собственно, со стороны элиты звучат такие предположения, такие мрачные прогнозы, ну, наверное, не нужно стараться, опять же, искать позитив там, где его нет. И в данном случае я настоятельно бы рекомендовал вам, друзья, не торопиться с длинными позициями по фунту. Безусловно, я еще раз повторяю, может произойти какое-то чудо, и в конце концов в последний момент соглашения удастся достигнуть. Но если бы были для этого какие-то основания, шансы, мы бы, наверное, работали с другим новостным фоном и говорили бы о каком-то одном спорном нюансе, который пытаются согласовать, который пытаются преодолеть. Но этот спорный нюанс является серьезной проблемой. И, собственно, вы знаете, это та же самая граница, которую я сказал. И я не думаю, что какая-то из сторон, собственно, пойдет на уступки, потому что речь идет о территориальной целостности отдельных регионов. Это, как я уже не раз повторял, с точки зрения политики, самый спорный и, наверное, самый важный аспект. К британцу мы продолжим возвращаться, друзья. Сейчас мы видим то, что фунт снижается. Это не то снижение, которое прогнозировалось нами, но мы ведь еще не знаем, в конце концов, что будет с соглашением дальше. Поэтому, если сценарий будет развиваться по процедуре жесткого Брекзита, то есть Англия не сохранит доступ к единому европейскому рынку, тогда мы, конечно же, отыграемся неплохо, потому что фунт на этом фоне очень серьезно обвалится. И речь пойдет о снижении британской валюты в диапазоне от 5 до 10%. Я думаю, что это более чем легко. Вы к этому должны быть готовы. Ну, разумеется, друзья, я хочу пожелать удачи тем, кто все-таки придерживается другого сценария и занял позицию оптимиста, веря в соглашение. Я желаю вам удачи, но не разделяю такую позицию. Поэтому, если все-таки вы торгуете через покупки фунта, ограничьте максимально возможным способом потенциальные убытки, которые вы можете понести. Потому что решение о будущем соглашении, положительное либо отрицательное, это бомба новостная, которая в моменте станет мощным катализатором для серьезного импульса британца, фунт не будет вяло карабкаться вверх либо вяло идти вниз на протяжении нескольких месяцев. Нет, эта реакция будет не такой, конечно же, как на итоге Брекзита, на голосование, то есть по Брекзиту. Но реакция может лишь немножко не дотянуть до такой волатильности. Фунт остается в центре внимания. Друзья, я лично за ним очень слежу, потому что понимаю, что весь спекулятивный интерес сейчас в этом инструменте. Есть и другие активы, которые также интересны с точки зрения спекуляций, но такого крутого фундамента нету больше ни по одному инструменту рынка Форрса. В 11.30, как я уже отметил, сегодня мы разбираем роничные продажи кимфонов. Поэтому так же, как и, собственно, вчера, позавчера, когда вышли данные по заработным платам и по инфляции, в моменте реакция на британцев будет. Но эта реакция, скорее всего, останется сдержанной и не превысит несколько десятков фунтов. Пока что все равно фунт остается в нисходящем тренде. И я связываю это с накапливающимся опасением и все-таки осознанием рынка того, что на самом деле все будет плохо, а не хорошо, как говорят оптимисты. В 15.30 классический отчет для четверга, заявки на пособие по безработице в США. Каждую неделю мы разбираем этот релиз и готовимся, соответственно, к Non-Farm Perils на основании цифр по заявкам. Я думаю, что комментарии относительно того, что ситуация на рынке труда сейчас складывается лучшим образом до невозможности. Хорошо, излишне, потому что вы вместе со мной анализируете эти данные и знаете, что должно произойти какое-то чудо, чтобы мы увидели действительно разочаровывающий отчет, из-за которого что-то могло бы пойти не так в дальнейшем состоянии и показателях, в целом, американского рынка труда. Вот, собственно, и на эти два отчета и стоит обратить внимание. Завтра день будет поинтереснее, потому что завтра конференция Карни. Завтра у нас еще будет один прожитый день с обсуждением того, будет ли соглашение по Brexit или нет, я надеюсь, будут какие-то новости какие-то и завтра у нас статистика по Канаде. Это вот то, что я могу прям по памяти выделить. Соответственно, если по мониторе сейчас экономический календарь, мы это сделаем завтра, выделим какие-нибудь еще отчеты, на которые нужно будет обратить внимание. Нефтянка, друзья, лоу, вчерашнего дня 79.17, сейчас котировки обхаживают уровень 80 долларов за баррель. Кстати, WTI отопчется на отметке 70. Вот такие круглые психологические рубежи. Свалились с локальных максимумов по бренду, были они выше 87 долларов. Понимаете, что речь идет о 10% коррекции, это, конечно же, круто. Я надеюсь, что все те факторы, которые стали причиной пока что, коррекционной все-таки для многих динамики, станут причиной развития большего нисходящего ралли. И я предлагаю вам, как и всегда, работать с показателями спроса и предложения. Если вы упустили этот момент, что сейчас происходит с показателем нефтедобычи, спросом пересмотрите прошлые брифинги. Возвращаясь к вчерашней динамике, почему нефть протестировала 80 долларов за баррель. Снова мы не ушли ниже. Но я позволю себе сказать, без какого-то желания, безусловно, накаркать, что этот тест сейчас будет удачным. Мы закрепимся ниже этого уровня. Вчера вышел отчет администрации энергетической информации по запасам нефти. Запасы, как нами прогнозировалось, увеличились на 6,5 миллионов. Конечно же, цифру мы не прогнозировали конкретно, но хотели увидеть статистику со знаком «плюс», в итоге ее увидели. В итоге, что у нас получается, четвертая неделя подряд запасы продолжают расти. Накануне американский институт нефти немножечко насторожил нас, потому что они сообщили о том, что запасы на минувшую неделю не увеличились, а снизились. Сейчас запасы все-таки по официальным данным растут, и я верю этой статистике. Причины – более слабый внутренний спрос. Причина – еще, может быть, более существенная. Низкие коэффициенты загрузки производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводов. Это все следствие сезонного технического обслуживания. Поскольку этот период продолжается, как минимум он будет актуальным в течение еще и ноября, это сезонное явление, это нужно понимать, запасы, скорее всего, продолжат увеличиваться. Поэтому статистика, которая в моменте на рынок нефти оказывает серьезное влияние, вчера отработала, отыграла свой статус правильным образом, и в случае роста запасов мы видим, соответственно, коррекцию нефтянки. Также я связываю еще снижение нефти с ростом доллара, вдохновленным протоколами американского регулятора в последнем заседании, в ходе которых, как тоже и ожидалось, не было ни для кого сюрпризом. Американский регулятор подтвердил планы, намерения и обозначил ожидание того, что в декабре ставки снова будут повышены. С учетом того фона, который сложился, я считаю, друзья, что нам нужно бороться сейчас за вот этот уровень 80 долларов за баррель, не нужно разворачиваться, мы так долго ждали теста этой планки, нужно сейчас, опять же, наваливаться на распродажи и ждать все-таки нефти ниже. Как только на рынке станет ясно, что тема с дипломатическим скандалом Саудовской Аравии и США была немного преувеличена и все-таки смогут решить этот вопрос, понятно, что не нужно будет возвращаться к угрозам Саудовской Аравии, ограничить, сократить поставки на глобальный рынок. Помните, так Саудовская Аравия ответила на угрозы Трампа, обещавшего предпринять жесткие меры, если удастся доказать причастность королевства к исчезновению американского журналиста. В общем, действительно, фон довольно интересный, но я предлагаю несколько, скажем, дистанцироваться от этих политических вопросов и все-таки зрить в корень это на статистику по запасам, на доклады ОПЕК, доклады Международного энергетического агентства, на то, сколько нефти добывается странами ОПЕК+, где еще и Россия. Как это отразится на общем предложении и стоит ли Иран по-прежнему считать угрозу для глобального предложения. Я уверен, друзья, что те из вас, кто регулярно присутствует на брифингах, знают то, что нефть мы анализируем очень детально, тщательно, и любой из вас, кто присутствует на брифингах, легко сможет ответить на все вопросы, которые я только что задал. По нефти остается позиция короткая, ждем движения ниже 80 долларов за баррель. Рубль 65.50 сегодня с открытия, конечно же, на фоне снижения цены на нефть. Мы ожидаем давление на рубль и я не сомневаюсь, что завтра мы будем констатировать котировки снова выше 66. Это логичное следствие, на рубль по-прежнему оказывает влияние то, что происходит на рынке нефти. Доллар иена. Очень тревожно мы начинали вчерашнюю торговую сессию. Минимум лоу, даже дня состоял в районе 112, распродажи были. Соответственно, на азиатской сессии вчера доллар не торопился расти, и все это было связано с очередной критикой Трампа, с которой он обрушился на американский регулятор, обвинив ФРС в том, что именно американский регулятор со своей политикой является главной угрозой сейчас для американской экономики. Но очень быстро как-то рынок эту тему переварил, потому что не раз уже Трамп высказывался в подобном ключе, и потом его советники работали над ошибками с прессой, отмечая, что нет, ни в коем случае Трамп не вмешивается в политику, не критикует, и ФРСу виднее, как и что нужно делать с учетом того прогресса, который достигнут сейчас в рамках американской экономики. Поэтому от этой темы рынок очень быстро отказался и стал ожидать уже, собственно, протоколы, как это делали и мы, друзья. И протоколы не разочаровали. Риски сбалансированы, ставку повысим в декабре, и будем разгонять ставку по федеральному фондированию, ключевую процентную ставку федерализируем много раз и в 2019 году. Это вот так крупными мазками то, что мы услышали от протоколов. Соответственно, подтвержденные намерения стали причиной роста. Трежерис, 10-летние облигации снова ушли к отметке 3,2%. И посмотрите, как на это отреагировал американский фондовый рынок. Он снова оказался под давлением. Напоминаю, что трежерис влияет на показатели американского фондового рынка, потому что с каждой новой волной роста доходности казначейских облигаций резко снижается спрос на рисковые инструменты, потому что здесь идет конкуренция по доходности. И я считаю, друзья, что после вчерашних протоколов мы смело можем говорить о том, что 10-летки пробьют планку скоро 3,25%, а потом 3,3% и будут карабкаться еще выше. Соответственно, наше ожидание, потому что американский фондовый рынок, сделал только один шаг в сторону довольно большой дистанции, которую ему предстоит преодолеть, это шаг в сторону снижения. С учетом такого подхода и такого фундамента эти ожидания оправданы. Американский фондовый рынок, уверен, просядет еще сильнее, нужно быть к этому готовыми. Европейская валюта 1,1498 продолжаем снижаться. Селстоп, сделка 1,1460, друзья, ловим на этом уровне и продаем уже до уровня ниже отметки 1,13. Соответственно, европейская валюта продолжает работать с плохой статистикой, вынуждена валиться из-за роста доллара. Статистику мы с вами детально разбирали по бизнес-оптимизму, оценке экономических условий накануне, что снова указало на опасения бизнесменов за перспективу валютного блока. Я думаю, что на евро напрямую еще оказал влияние фонд, связанный с отсутствием прогресса по Брэнзиту. И итальянская тема, опять же, продолжающаяся прения и заявление представителей Европейского Союза о том, что если ЕС будет считаться с решением Италии нарушить жесткие бюджетные правила, характерные для всего валютного блока, напомню, что Италия утвердила на проект бюджета, который предусматривает дефицит 2-4%, в то время как целевой ориентир, точнее нецелевой ориентир максимум, возможно, это 2%. И вокруг этого сейчас очень много шума, потому что есть опасения, что вслед за Италией вот так вот с такими же решениями могут выступить ряд других европейских стран. То есть, как говорят, Европа может в прямом смысле восстать. Поскольку Италия нарушила бюджетные требования, у Италии серьезные проблемы с государственным долгом и с будущими показателями задолженности, с возможностью исполнять свои долговые обязательства, фактически мы на пороге пересмотра кредитного рейтинга. Это риск еще один для Италии и для Европейского Союза. Поэтому ждем то, что негатив политического характера как минимум останется, ждем слабых данных и дальше, и ждем сильного доллара, который продолжит вмешиваться опять же в планы покупателей, рушивая их и, соответственно, создавая условия для распродаж. Чуть не забыл, друзья, вчера же у нас вышел еще отчет по инфляции. Базовый индекс потребительских цен так и не может дотянуться до показателя в 1%. Это пограничная зона, территория на середине до целевого ориентированного 2%. То есть очень сильно отстает этот показатель. И чем ниже, собственно, индекс потребительских цен будет дальше, базовая инфляция, это важно, тем больше шансов на то, что Европейский Центральный Банк так и не поднимет в перспективе ближайших двух лет вопросы роста процентных ставок. Фунт против доллара 1.398, тоже снижаемся, друзья. Данные по инфляции вчера вышли 2.4% в годовом выражении, а до этого за день у нас был отчет по зарплатам, которые выросли на 2.7%. То есть, видите, зарплата выше, чем рост инфляции, а значит уже меньше шансов на то, что Банку Англии нужно думать сейчас, как бы ужесточить политику и повысить процентные ставки. То есть, фактически, благодаря вчерашнему отчету по инфляции у Банк Англии появилась возможность выдохнуть и еще больше успокоить себя в плане того, что раз зарплаты растут опережающими темпами, лучше, конечно же, повременить с решением, которое связано с коррекцией текущей монетарной политики на фоне еще неразрешенного Брекзита. Соответственно, фунт оказался под давлением, так же, как и в отношении евро, больше прессинных еще связан с политической темой. Северной Ирландии вчера заявил о том, что если в конце концов ей придется выйти из состава въезд на условиях отличных от условий, на которых Англия пойдет по своей автономии, то это приведет к очень серьезным последствиям. И, в частности, может стать причиной недоверия в ОТМО, недоверия к ТРЗМИ. Очень часто мы, кстати, слышим об этом в последнее время, поддержки у ТРЗМИ все меньше и меньше, и она никак не может договориться с Европейским Союзом. Это печально, потому что это подрывает устои, опять же, политического сейчас альянса, который действует в Англии. Это бьет по рейтингам, собственно, текущего политического курса и заставляет нас вынужденно говорить уже о том, что может дойти дело даже до кадровых перестановок. Считаю, друзья, что это, конечно же, самый негативный сценарий, но он явно не настраивает на покупки, собственно, британца. Австралийцы. Сегодня вышел отчет по занятости. Хуже, чем в прошлый раз, однако не очень-то снижается быстро австралийца. 0,7130 я уже, друзья, честно говоря, устал говорить про этот инструмент, потому что ситуация в целом не меняется. С вашего позволения я все-таки на какое-то время исключу его из нашего брифинга, потому что одно и то же. И давайте не будем к нему возвращаться. Если вас интересует, как я поступлю с этой валютной парой, да просто закрою позицию и все, даже несмотря на то, что мы так и не достигли уровня 0,70. Новый Зеландец против доллара 0,6550. Еще одна возможность купить тем, кто раньше не купил. Мы протестировали планку 0,6550 и ждем 0,67. Напоминаю, что опираемся мы на очень сильный отчет по инфляции, который может несколько изменить риторику Резервного банка Новой Зеландии. Следующее заседание Резервного банка Новой Зеландии состоится уже через неделю. Американский фондовый рынок 25,600 пунктов. Это индекс Dow, USA30 в терминалах Аммаркетс. Еще раз повторюсь, что на фоне такого роста доходности трежи, жестких протоколов у американских фонды, на мой взгляд, только одна дорога вниз. Ждем USA30 на отметке 25,000 пунктов ровно. Доллар канадец тоже уже в двух словах сказал. Ожидаем мы сначала завтра сильные релизы по инфляции, которые еще больше повысят вероятность роста ставок в среду. И держим оборону, друзья. Да, конечно же, неприятно сейчас смотреть за тем, как уменьшается equity, потому что мы продаем пару доллар канадец, она устойчиво растет. 1,3050 сейчас котировки, но нужно держаться. Если бы у нас не было таких ожиданий, как я обозначил, то, может быть, было бы целесообразно закрыть короткие позиции. Но я уверен, что ставку поднимут. Соответственно, при таком раскладе у канадца тоже будет, как у американского фондового рынка, только одна дорога. Это его укрепление. В общем, по доллару канадцу сохраняем короткие позиции и ждем очередного закрепления ниже планки 1,30. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени.